МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал Регион 12. Информационная программа 12. Новости Республики. В студии Лилия Зуева. Мир, труд, май, в Христово воскресенье. Впереди целых четыре выходных дня. И в этом году религиозные традиции и светский праздник сошлись в границах одной даты. Воскресенье 1 мая отмечаем не только День весны и труда, но и Большой православный праздник. Кроме того, 1 мая для нас традиционно становится временем открытия весенне-летнего отдыха и, конечно, садово-огородных работ. Однако последний месяц весны может преподнести климатические сюрпризы. Погода, баловавшая Марийский край всю текущую неделю, к 1 мая может показать свой характер. Пробуждение природы и грядущее буйство зелени. Конец апреля, начало мая – особенное время, которое любят практически все. Трава стремительно зеленеет, на деревьях набухают почки. И буквально на глазах из ранней весны, когда местами еще лежит снег, мы попадаем в лето. Не случайно древнерусское название мая – травень. А современное произошло от имени греческой богини плодородия – Майи. Традиционно на майские праздники многие из нас планируют отдых вдали от городской суеты. И главной темой обсуждения становится прогноз погоды. Сейчас у нас температура в пределах нормы. На днях она даже превышала норму на 2-3 градуса. Температура была выше. Но в ближайшие праздничные дни и выходные температура войдет в норму. И немного ситуация в атмосфере изменится. То есть, если антициклон сейчас определял у нас сухую солнечную погоду, то в ближайшие выходные и в праздники будет сказываться влияние южного циклона. Поэтому местами возможны кратковременные дожди и в субботу, и в воскресенье. Температура воздуха в ночные часы в субботу мы ждем заморозки до минус двух местами. Возможно. А в воскресенье плюс один, плюс шесть градусов. На 2-3 мая мы также не исключаем местами небольшие кратковременные дожди. И температура в ночные часы 2-7 градусов тепла, а днем повышение до 12-17 градусов. Метеорологи отмечают, в самом начале мая часто наблюдается резкое понижение температуры. Предстоит оно, судя по всему, и на этот раз. Абсолютный майский минимум был зафиксирован в 1969 году, когда 21 мая на улице было без малого 6 градусов мороза. Но бывает и обратное. Так в 2002 и 2007 годах в конце мая на термометрах было за плюс 30. Переход температуры воздуха к более высоким значениям наблюдается во второй пятидневке мая. И ко вторым майским праздникам станет ощутимо теплее. По предварительным прогнозам, которые показывают модели, будет тепло в пределах 15-18 градусов в дневные часы. Это на следующие майские праздники. И ночью заморозки не ожидаются. Тоже ночью будет потеплее в пределах 5-10 градусов тепла. Местами не исключены небольшие кратковременные дожди. Еще одна характерная черта мая – это грозы, которые нередко сопровождаются ливнями, шквалистым ветром и даже градом. Но нынче первая гроза в Мариелл была не майской, а апрельской. Она прошла 15-го числа. Сегодня в православном календаре одна из самых печальных дат. Самый строгий день Великого Поста – Страстная Пятница. По евангельскому преданию, именно в этот день на Голгофе распяли Иисуса Христа. В этот день, единственный раз в год, из алтаря на середину храма выносится плащаница, которая остается здесь до начала пасхальной службы. Традиционно архиерийское праздничное богослужение на Пасху пройдет в Воскресенском храме Ишкаралы. Его начало в 23.30. Примерно в это же время начнутся пасхальные службы и в других храмах епархии. Чтобы верующие не отвлекались и не обременялись ясными припасами во время богослужения, в праздник Воскресения Христова освящение пасхальной снеди во многих храмах проводится накануне, то есть в субботу. Так, 30 апреля во всех городских храмах Ишкаралы можно будет освятить пасхальные яйца, куличи и Пасхи. В Вознесенском соборе освящение начнется в 14 часов, в Церкви Успения Пресвятой Богородицы в 16 часов, в Воскресенском соборе с 15 до 16 часов, в Серафимовском храме с 19 до 21 часа в Нижнем пределе. Ну а в день Пасхи в воскресенье 1 мая в 17 часов в Успенский храм столицы Мрел будет доставлена частица благодатного огня, зажечь свечу и лампаду от которого смогут все желающие. Система Платон поможет дорогам республики. В Министерстве транспорта России выступили с инициативой направить около 10 миллиардов рублей сборов от системы Платон в те регионы, где наблюдается критическое состояние дорог. Об этом заявил глава ведомства Максим Соколов. По данным Минтранса страны, в 12 регионах России состояние дорог оценивается как критическое. Из соседних с нами регионов в этом списке – Кировская область. Также к этому списку отнесены те регионы, в столицах которых уличная дорожная сеть требует восстановления. Это Республика Алтай, Челябинская область, Калмыкия и Республика Мрел. А также адрес на города, где именно, по оценкам Минтранса, наибольшие проблемы – это Екатеринбург и Ростов-на-Дону. Регионам необходимо в кратчайшие сроки подготовить дополнения в правила предоставления межбюджетных трансфертов. Одновременно в субъектах федерации должны быть созданы межведомственные рабочие группы с участием представителей федеральных органов, в первую очередь Росавтодора, для проведения обследований и определения точных сумм для требующих ремонта участков. По итогам такого обследования Минтранс готов уже до 12 мая составить планы выполнения работ по ремонту дорог и внести в правительство проект распределения средств. Напомню, что система «Платон» введена в строй в ноябре 2015 года. Деньги с грузовиков идут в дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс тяжелыми автомобилями. Сейчас тариф для больших грузов в рамках системы «Платон» составляет 1,53 рубля за 1 километр. Полицейские байки появятся на улицах Ешкаралы. На дороге столицы республики уже на днях заступит на дежурство специальный наряд ДПС. Автопарк правоохранительных органов пополнили 4 мотоцикла с объемом двигателя в 800 кубических сантиметров и мощностью в 90 лошадей. Мотоциклы БМВ и Квасаки за считанные секунды набирают скорость до 200 километров в час. Их малый габарит и высокая мобильность позволят полицейскам решать задачи, которые порой кажутся невыполнимыми за рулем автомобиля. Ключи от мотоциклов сотрудникам МВД вручил глава Мариэл Леонид Маркелов. Этот транспорт у нас появился в этом году впервые. Скоростной. Можно и догнать правонарушителей и все остальное. Приехать первым на место ДТП, что-то оказать помощь. Четыре мотоцикла специальной бригады, которая будет работать на пресечении правонарушений дорожного движения со стороны мотоциклистов ночных, которые терроризируют город в буквальном смысле слова. Потому что и шумовые эффекты, и большая скорость, это нарушает общественный порядок и правила движения. А, к сожалению, на машинах их поймать невозможно. Это запрещено. Поэтому мы приобрели специальную технику. Да и вообще поимки преступника, который убегает с места правонарушения. У нас же есть программа «Безопасный город». Сообщают наряду на рацию. Он мгновенно реагирует и молниеносно, независимо от того, какие есть пробки, нет пробок, мотоцикл, он более мобильный. Он выезжает на поимку преступника. Я думаю, что это очень хорошее приобретение для сотрудников МВД Республики Мариэл Леонид Маркелов. Много у нас есть планов, уже начинаний, уже сегодня. Пример показали, что реально власть и силовые структуры, в первую очередь полиция, на одном шаге вместе с администрацией республики. Мотоциклы позволят инспекторам более эффективно патрулировать городские улицы, а при необходимости быстро добираться до места происшествия, минуя заторы, что летом при большом количестве транспорта на дорогах немаловажно. Впрочем, испытать новый транспорт на прочность полицейские смогут уже в предстоящие майские праздники. Для охраны правопорядка и общественной безопасности в период с 1 по 9 мая будут привлечены около полутора тысяч сотрудников полиции. Также планируется организовать круглосуточное дежурство руководящего состава и подразделений регионального МВД. Госавтоинспекция усилит работу в майские праздники. На протяжении всех праздничных дней на улицах будут находиться дополнительные наряды ДПС. Патрулирование будет проводиться в местах массового скопления людей, в том числе на подъездах к торговым центрам, местам отдыха и развлечений, где возможно возникновение транспортных заторов и аварийных ситуаций. В полиции обращаются ко всем водителям и пешеходам с просьбой не допускать нарушений правил, быть аккуратными на дорогах, а также не оставаться равнодушными к замеченным нарушениям, своевременно сообщать в полицию об участниках дорожного движения, которые ведут себя на дороге неадекватно и могут стать причиной аварий. Опыт по привлечению инвесторов в столицу Мариэл могут перенять городские власти соседних чебоксар. Представители 14 городов, включая мэров столиц, посетили Ишкар-Ало, где состоялось общее собрание ассоциаций городов по Волжье. Как отмечают главы городов, сети-менеджеры, все территории имеют практически общую структуру управления городским хозяйством. Поэтому задача ассоциаций – эффективно использовать опыт соседей. Подробности в нашем материале. Ассоциация городов по Волжье – это некоммерческая организация, включает в себя более 20 городов, общая численность населения которых составляет около 13 миллионов человек. Ишкар-Ало вошла в состав ассоциаций в 2000 году. И впервые за 16 лет общее собрание членов ассоциаций городов по Волжье решили провести именно в столице республики Мариэл. Земельные и имущественные отношения – актуальная тема для каждого муниципалитета. В прошлом году большинство городов, входящих в состав ассоциаций, почувствовали снижение поступлений в муниципальный бюджет от имущественных налогов. В основном за счет снижения поступлений от земельного налога. Впрочем, каждый привлекает инвесторов на свою территорию по-своему. Существующим в Мариэл опытом республиканских и городских властей, к примеру, уже заинтересовались городские власти соседних Чебоксар. У нас есть наработки, которые встречаются далеко не в каждом муниципалитете. Скажем, известный проект, который называется у нас «Приоритетный городской проект». Любой инвестор, который желает вложить в экономику города, в инфраструктуру, в недвижимость, сумму свыше 100 миллионов рублей, может рассчитывать на очень серьезные льготы в части арендной платы. Стоимость аренды земельного участка от кадастровой стоимости менее 1%. Вот это здорово. Я думаю, что мы тоже приедем и это обсудим и с депутатами, и с администрацией города. Конечно же, в нынешних сложных условиях это надо обязательно делать. Задача у всех одна – пополнять городскую казну. В Ижевске, столице Удмуртии, для осуществления земельного контроля создали отдельную полицию. Власти Казани, к примеру, и вовсе предлагают внести изменения в законодательство. Как известно, срок уплаты транспортного земельного налогов и налога на имущество физических лиц перенесен с 1 октября на 1 декабря. В связи с этим от уплаты имущественных налогов часть запланированных в текущем году платежей может поступить лишь в начале следующего года. Прозвучавшее предложение – внести изменения в налоговый кодекс и вернуться к ранее установленному сроку уплаты имущественных налогов физических лиц, то есть к 1 октября. Все живем в дефиците бюджета и любой источник пополнения доходной части бюджета очень важен. Вот сегодня города обменивались теми практиками, которые наработали. Не бывает ни одного муниципалитета самого успешного, который мог бы быть во всем самом лучшем. Кто-то в неналоговых доходах, кто-то в штрафах, кто-то по аренде лучше работает, кто-то работает по недоимке лучше, чем мы. И вот то, что сегодня на уровне мэров и заместителей, и представителей комитетов по имущественным отношениям, земельным отношениям, состоялся диалог, именно диалог, он очень важен. И важно, чтобы мы обменялись практиками. И обобщив этой практике, мы в соответствующие комитеты Совета Федерации, Государственной Думы и полномочных представителей подготовим изменения. Мы имеем право от себя такую законодательную инициативу выдвигать. А это уже поможет не только нашему федеральному округу, но и всем муниципалитетам Российской Федерации. Отдельная тема, не вошедшая в повестку Общего собрания Ассоциаций городов по Волжье, но широко обсуждаемая в кулуарах, развитие внутреннего туризма. И здесь опыт Ешкаралы вновь высоко оценили представители соседних городов. Чего стоит одна цифра. В прошлом году туристов Мариэл побывало в два раза больше, чем все население Ешкаралы – около 600 тысяч человек. За последние годы город преобразился. И это говорит о том, что когда региональная власть, когда местная власть, муниципалитет работают в тесном сотрудничестве, когда глава республики внимание большое уделяет городу. И, конечно же, это видно, что благодаря помощи главы республики и вот такая красота создана в Ешкарале. Я давно здесь не был. Впечатляют размеры преобразований, масштабы, размахи. И поэтому есть чему поучиться, есть на что посмотреть. Радуешься за регионы России, когда, к сожалению, не везде так могут похвастаться таким изменениям. Поэтому я хочу поздравить и горожан, прежде всего, и руководство города, и главу республики с такими успехами. Так держать вы молодцы. В рамках ассоциации городов по Волжье в Ешкарале побывала и передвижная всероссийская выставка детского рисунка «Вечные ценности глазами ребенка». Свои работы представили юные художники из 25 городов, входящих в состав ассоциации. Глядя на эти картины, замечаешь, в каком бы городе ни жил ребенок, вечные ценности едины для всех. Юные мастера представят свои изделия на ежегодной ярмарке товаров, изготовленных учащимися и работниками образовательных организаций республики. Пасхальные угощения, а также садово-огородный инвентарь, мебель, роспись по дереву, рассады, сувениры и многие другие полезные в быту вещи будут выставлены на продажу по очень доступным ценам. Всего в ярмарке примут участие более сотни мастеров, а пройдет она уже завтра, 30 апреля, с 10 утра на площади Ленина. Дальновидно относятся к своим финансам. Тенденции в экономике сегодня таковы, что банки идут на снижение ставок по кредитам и вкладам. И благодарные сердца – одно из самых привлекательных предложений на рынке. Тенденции такие, что стоимость средств, стоимость привлечения ресурсов, она снижается. У нас объективно за последнюю неделю мы видим снижение ставок по кредитованию. И я рассчитываю, что в ближайшее время с федерального уровня, в том числе у нас, будет запущена новая акция по потребительскому кредитованию. Ну и само собой, вы уже, может быть, тоже обращали внимание, на этой неделе там ряд новостей проходил, что и Сбербанк, в первую очередь, и сейчас многие другие крупные банки подтягиваются за Сбербанком, обозначил тенденцию снижения ставок по вкладам. В первую очередь, это касается сейчас вкладов в валюте. По рублям мы не ожидаем, что прямо глобально условия будут меняться. Но, тем не менее, если в коротком периоде, на полгода, год прогнозы строить, то, конечно, те ставки, которые предлагаются сейчас, они наиболее интересны. Каждый, кто откроет вклад «Благодарные сердца» в Сбербанке, становится сопричастным и важной социальной миссией. Один рубль с каждой тысячи вклада перечисляется в фонд «Память поколений», президент которого первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. Все средства пойдут на оказание адресной помощи ветеранам войн. Впрочем, в поле зрения Сбербанка в МРИЭЛ целый ряд социальных проектов, в том числе подшефные детские учреждения. Мы действительно работаем с детками, мы выезжаем. Не обязательно это приурачиваем к каким-то праздникам, тематическим вечерам и так далее. Но стараемся вовлекаться в их жизни, их стараемся вовлекать в нашу жизнь. Экскурсии у нас проводились с детками по банку. Достаточно интересно, кстати, отзывы были. Мы выезжаем к ним, проводим какие-то эстафеты, праздники, опять же, без привязки к каким-то конкретным датам. К Новому году, понятно, это уже традиционно достаточно. То есть, работаем в таком режиме. Здесь именно важно вовлечение. У нас достаточно сильно обновилась команда наших молодых специалистов, которые плотно работали с Пульпанским детским домом. Все условия и подробную информацию о вкладах Сбербанка вы можете найти на сайте сбербанк.ру, в офисах Сбербанка, а также по телефону 8 800 555 5550. Звонок по России бесплатный. Информационная программа «12». Новости Республики продолжается. Напомню, что выпуски Мариел ТВ смотрите в эфире нашего телеканала по будням в 6.30 утра. С вами была Лилия Зуева. До свидания. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Площадь Оболенского-Нагадкова открыта в Ишкарале 4 ноября 2007 года. По соседству здание правительства республики, администрации города, а также сразу два государственных вуза. Центр притяжения горожан и гостей Ишкаралы – Национальная художественная галерея. Ну а для тех, кого интересует мода, открыты двери современного торгового центра. Наступление весны пробуждает практически в каждой моднице желание кардинально обновить свой гардероб, стать более свежей, привлекательной и стильной. А тенденция к грядущему сезону весна 2016 в рубрике «Галерея стиля». Мастхэв этого сезона – свитшот. Внешне очень похож на толстовку, но имеет одно существенное отличие. У него может не быть капюшона, и он имеет характерный круглый вырез у самого горла. Благодаря ярким рисункам, декоративным элементам и другим деталям он становится желанным гостем в гардеробе любой молодой девушки. Тем более, что он хорошо сочетается с любыми вещами. На модных свитшотах обычно изображены яркие цветочные принты, геометрические фигуры и линии, философские мотивы и изображения пейзажей и зверей. Для большинства современных девушек деним уже давно является основой базового весеннего гардероба в стиле кэжл. Естественно, что в теплое время года не обойтись и без стильных красивых джинсовых брюк. Хорошо иметь несколько удачных моделей, которые не только соответствуют модным тенденциям сезона, но и выгодно подчеркивают достоинства фигуры. Если вы отдаете предпочтение женственным фасонам, то в вашем гардеробе обязательно должно присутствовать приталенное платье. Такой вариант подчеркнет вашу талию и создаст очень женственный образ. В этом году дизайнеры учли предпочтение, пожалуй, всех модниц. Результат получился фантастический. Внимание к деталям важно для многих дизайнеров. Именно поэтому в этом году мы увидим много необычных форм, застежек и ремешков на сумках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА То же самое касается и кожи рептилий, из которых в этом сезоне чего только не шьют. Настоящим украшением любой сумки может стать правильно подобранный рисунок, например, традиционная клетка Бёрбери. Новое поступление свитшотов марки Живанши и Филипп Плейн на втором этаже в отделе Кельвин Клайн торгового центра галерея. Также новое поступление аксессуаров для вашего образа в отделе Гемуар на первом этаже. Если не хотите пропустить новую коллекцию или сезонную распродажу, заполняйте анкету в торговом центре галереи и получайте смс-уведомления о новинках моды. 30 апреля, 2 и 3 мая скидки до 50% в отделах Кельвин Клайн и костюмы. Подробности у продавцов-консультантов. Наступила весна. Многие жители Республики Брел столкнулись с проблемой, что кровля протекает. Это происходит или из-за того, что материалы старые, или каких-то внешних повреждений. Мы можем предложить простой вариант для решения этой проблемы. Например, мастика Абрис РУ, которая работает от минус 60 градусов до плюс 160 градусов. Она не отверзаемого типа, то есть при высыхании сохраняет свою эластичность, как резиноподобный материал. Терпит уфоизлучение, не растрескивается, не стекает. И выступает как клеящий материал для приклеивания рулонных материалов. Сейчас сделаем эксперимент. Есть макет кровли мягкой. Сделаем надрез и посмотрим, как можно это загерметизировать. Для работы на кровле нам понадобится мастика Абриса РУ в ведре или в баночке, кисть. И можно вырезать как бы заплаточку из того материала, из которого состоит кровля. То есть в данный момент рубероид. Берем кисточкой. Наносим на поврежденный участок. На поврежденный участок. Потом прикладываем непосредственно заплаточку на порез. И сверху можно закрыть и промазать. Все через сутки у Айспирид, в котором разведена эта мастика, выметрится. И в заплаточках приклеится. Очень хорошо. И не ветром, не дождями. Ее просто не отобретают. Эти герметизирующие материалы пригодны для всех строительных поверхностей. В данном случае мы покажем на примере профнастила, то есть кровля состоится из профнастила. Сделаем в ней отверстие и загерметизируем. Самый простой вариант – это мастика Абрис лентой, армированная фольгой, как отражающим материалом от тупоя излучения. Вырезаем ножницами заплаточку. Место обезжиривается, убирается пыль, грязь, снимается антиадгезионная пленочка и накладывается непосредственно на это место. Разглаживается, прижимается. Вот за это несколько секунд вы отремонтируете кровлю. Но во время схода снега, льда с крыши, эта гидроизоляция может разрушиться. Вот так вот сложно, но все-таки можно. Снег сдерет эту заплаточку. Мы можем применить тогда герметик Абрис без армирующего слоя, двухсторонний. Также вырезать заплаточку. Снять сначала с одной стороны антиадгезионную пленочку, заклеить, потом снять сверху верхний слой, вырезать заплаточку из того же профнастила, который превышал бы отверстие. И спокойно приложить на эту дырочку, приклеить. И эту металлическую заплаточку можно усилить с саморезами. И тогда она вообще никуда не денется. И кровля прослужит намного дольше. Весной течет не только кровля, но и подвалы. Этими мастиками Абрис можно загерметизировать именно фундамент, чтобы в подвал не проникла влага. Эксплуатации этих герметиков и мастик 20-30 лет. При температурах от минус 60 до плюс 160 градусов. Практичные и долговечные решения для строительства и ремонта предлагает своим клиентам торговый дом «Герметик». Сотрудники торгового дома «Герметик» успешно решают проблемы гидроизоляции, теплоизоляции, герметизации любых объектов, помогая своим клиентам в подборе герметизирующих материалов, предлагая консультации по их монтажу. Кроме того, торговый дом «Герметик» является эксклюзивным представителем марки «Данки» в Ишкарале. «Данки» – это линейка высококачественных подоконников с глянцевым акриловым покрытием, представленные в широкоцветовой гамме. Отличная новость для ишкаролинцев. Дорогие друзья, торговый дом «Герметик» стал намного ближе к вам. Мы открыли свой фирменный отдел на центральном рынке города Ишкарлы. Сити-центр, первый этаж. Здесь вы можете приобрести весь ассортимент товаров, который находится у нас на «Баумана 100». Даже заказать подоконники и откосы в нарезку по вашим размерам с доставкой на дом. Внимание! Магазин «Герметик» на «Баумана 100» работает в прежнем режиме. Все подробности по телефону в Ишкарале 55 37 00. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!